Ну что, давай в историю, давай? Давай в историю, погнали. Вот смотрите, да, вчера, вчера, Владимир Путин целый час стоя говорил, потом еще сидел на сцене, тоже разговаривал довольно долго, тем самым, конечно, посрамил всех скептиков, посрамил всех скептиков, которые думают, что он там приболел, там еще чего. И даже опоздал, в принципе, в рамках привычного вот этого вот отрывка времени. Но это из-за того, что была дидос-атака, ты помнишь? Такие интересные отмазки всегда появляются. Кстати, большой вопрос, да? Раньше не нужно было никаких отмазок, а сейчас вот такое вроде как даже слабину дали. Да, как-то даже неловко немножко оправдываться начали. Да, ну так вот, давай мы с тобой попробуем обернуться немножко в историю и понять вообще, что такое слухи вокруг тех или иных правителей, как это все работало. И, конечно же, для этого мы подключаем нашего любимого, дорогого Алексея Кузнецова. Алексей Валерьевич, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Лиза, доброе утро. Максим, доброе утро всем. Бывало ли такое в истории, Алексей Валерьевич, что о каком-то правителе говорили, что он болен, не дай бог? Ну что вы. Это, как оказалось... Сочиняли про него такое. Сочиняли, да. Ну, естественно, да. Болен или даже умер, а он на самом деле еще не умер. Или умер, но так, что политически неправильно об этом сейчас во весь голос сказать. Когда я начал в эту тему погружаться, то выяснилось, что это не только не исключение. У меня создалось впечатление, что это, пожалуй, даже правило, что ситуация, когда правитель болеет, и все об этом знают, и в режиме реального времени там следят за тем, как его состояние меняется, и когда он умирает, об этом сразу становится известно. Вот такие ситуации скорее исключение, чем правило. То есть дыхание Чейнстокса? Дыхание Чейнстокса – это очень интересный случай. Значит, для тех, кто помоложе, советские люди в начале марта 1953 года из газет узнавали о состоянии здоровья товарища Сталина. Интересно, что в случае с одним из самых закрытых в плане его личной жизни диктаторов XX века, о том, что он болен, в общем, было известно, ну, со сравнительно небольшим лагом. Сейчас много спекуляций, что на самом деле Сталин скончался не 5 марта, а на несколько дней раньше. Может быть, трудно сказать, но в любом случае, о том, что состояние здоровья Сталина критическое, и что оно ухудшается, в общем, советским людям сообщали. Другое дело, что вы упомянули вот это дыхание Чейнстокса на тот момент термин, который даже не все медики понимали, потому что он, в общем, был достаточно специфическим. Это сейчас, 5 марта, я знаю много людей, которые поднимают тост за здоровье... За Чейнстокса, да. За здоровье докторов Чейнстокса, да. Совершенно верно. Вот. А для того времени, ну, все тут же кинулись к медицинским справочникам и, в общем, поняли, что на самом деле делать совсем плохо, да. Но бывали случаи, когда человек уже умер, а он как бы жил и продолжал руководить страной. И один из самых ранних... Это какой-то Салтыков-Щедрин. Ну, Салтыков-Щедрин – это вообще наше все. Я не знаю, при чем здесь Пушкин. Конечно, наше все. К сожалению, Салтыков-Щедрин и чуть-чуть Гоголь. Так вот, один из самых первых правителей, о котором мне удалось найти подобную информацию, это третий век до нашей эры, это китайский император, первый и предпоследний из династии Цинь, Цинь-Ши-Хуанди, которого мы и на самом деле знаем по двум его, скажем так, инициативам. Во-первых, именно с него начинается строительство Великой Китайской стены. И когда-то, Максим, если помните, в утреннем развороте, когда у нас был недельный блог про всякого рода стены, мы про это рассказывали. И, кроме того, в Москве в историческом музее в свое время выставлялся некоторый фрагмент его знаменитой терракотовой армии. Это тоже вот, это его именно, скажем так, похоронный элемент. Так вот, Цинь-Ши-Хуанди много путешествовал по стране и очень был озабочен проблемами бессмертия. И вот когда в очередной раз, в 2010, в 210 году до нашей эры, он отправился путешествовать по стране, потому что ему объяснили, что там где-то на побережье вот гигантские рыбы, они охраняют острова. И если преодолеть эту охрану, то на островах там бессмертие. И он туда отправился, застрелил там рыбу из лука. Ему не полегчало даже наоборот. Он начал интенсивно принимать свои знаменитые таблетки. Слушайте, я вспомнил, как в 90-е годы в каком-то журнале рекламировались таблетки долголетия по рецепту китайского императора Цинь-Ши-Хуанди. Слушайте, если у вас где-то это хранится, ради бога, только не пробуйте это принимать. Потому что если это настоящий рецепт Цинь-Ши-Хуанди, то они на основе ртути, и, видимо, именно от них он и помер. Простите, а сколько лет он жил? Он жил не так долго. Он жил не так долго. Я не помню, но что-то, по-моему, до 60-ти он не дожил. Ну, в общем, так себе долголетие, в общем-то. Так себе долголетие, да, по китайским меркам. Тем более, но самое интересное, что умер он вдалеке от столицы, примерно в двух месяцах пути. И его окружение, которое с ним там находилось, решило, что совершенно не стоит... Расстраивать население. Расстраивать население, а то, возможно, даже вернуться в столицу будет трудно в таких условиях. Поэтому они пустились в обратный путь. Но император как бы жил. Ему ежедневно подавали новую смену одежды. Ему три раза в день носили питание, в повозку подавали. Ему приносили почту, и он на нее отвечал. Но поскольку было жаркое время года, император от интенсивной работы начал несколько, значит, портиться. И тогда перед его повозкой и за его повозкой пустили повозки с рыбой, которая тоже моментально начала портиться. И народ, который, так сказать, встретив повозку императора, задавался вопросом, а что такой запах, он тут же получал ответ. А нормальный запах просто рыба едет вместе с императором. Ну вот и рыба немножко... Император очень любит испорченную рыбу. У него такие страны многолетия. Да, император любит испорченную рыбу, наверное. Вот. Ну а дальше все достаточно плохо закончилось, потому что пока вот это все великолепие с возвращением продолжалось, два советника подделали завещание, которое было в пользу старшего сына, они переделали в пользу младшего сына, но и не угадали. Он оказался очень слабым правителем, и на нем династия довольно быстро закрылась. Ну это древние китайцы, что из них возьмешь? А вот что было позже? А, например, в Древнем Риме было не намного лучше, когда умер император, которого мы называем Клавдием Первым, тоже в течение, правда, там всего несколько часов. Его последняя жена, которая его и отравила, гребами, судя по всему, правда, есть и другие версии, вот, она, значит, хранила в тайне его смерть для того, чтобы к полудню, когда объявляются все важные решения, можно было объявить его преемником того, кого ей надо. То есть это и у гораздо более политически близких нам систем вот такое вот встречается. Ну, а 20 век дал просто колоссальную палитру всего, вот, связанного с сокрытием болезней, и, конечно, наверное, самый такой, один из самых известных примеров, это ситуация с Мао Цзэдуном, который, надо сказать, в конце своей жизни, а это растянется примерно на 10 лет, постоянно его здоровье ухудшалось. Он в молодости, видимо, отличался железным здоровьем. И так к этому привык, и так привык это демонстрировать. Люди постарше помнят, что он там демонстративно переплывал в Ян Цзэду, при этом параллельно беседуя с сопровождающими его на катере о каких-то проблемах марксизма. В Китае складывались легенды о его мужской силе и прочее, и это было частью официального, так сказать, такого... Дискурса. Дискурса, да, мифа о том, что мы круче всех на планете. Но, на самом деле, мы сегодня знаем, что он действительно постепенно превращался в очень-очень больного человека. У него начало отказывать зрение. Выяснилось, что это старческая катаракта, что один глаз уже вообще неоперабелен, во втором случае надо ждать, пока она созреет. И 600 дней Великий Кормич вообще не видел. То есть он погрузился во тьму. Потом операцию сделали, немножко зрение восстановилось, но все равно видел очень плохо. Он постепенно становился неподвижен и так далее, и так далее. В конечном итоге у него начала даже речь уходить, и на протяжении нескольких месяцев он руководил страной через трех своих близких людей, которые угадывали, и, видимо, немножечко в свою пользу, угадывали, что именно там пытается пробормотать руководитель одной из сверхдержав. И, тем не менее, все это время, естественно, официальная печать сообщала, что состояние здоровья Великого Кормичева безукоризненно, что он силен как никогда и так далее, и так далее, и так далее. Ну и когда его смерть наконец-таки наступит, о ней, кстати, было сообщено практически сразу же, по китайским стандартам, по крайней мере, как посмотрим, например, Циньши Хуанди, то ли на следующий день, то ли через два дня сообщили, то это стало для Китая совершенно колоссальным потрясением. Очень похожая ситуация с обоими Кимами, и с Ким Ир Сеном, и с Ким Чен Иром. Ким Чен Ир, даже я помню смерти, помню этих плачущих корейцев. И, кстати говоря, сегодня мы наблюдаем нечто похожее с Ким Чен Ином, хотя он молодой человек. Вот эти вот загадочные исчезновения. Да, периодически на Западе начинаются, ну, на Западе в случае Северной Кореи, Запад это все, что не Северная Корея, начинаются спекуляции о том, что он там умер или что он тяжело болен, потом он обычно появляется, но вот эти загадочные исчезновения, они достаточно регулярно происходят. А в случае, скажем, с Ким Ир Сеном, вот можно послушать на нашем канале «Живой гвоздь» не так давнишнюю передачу Сергея Бунтмана и Айдара Ахмадеева, Ким Ир Сен, там об этом говорится. У него в свое время начала расти опухоль, причем на таком месте, которое скрыть одежды было невозможно, на затылке. И тогда были предприняты большие усилия к тому, чтобы никакие фотографии, сделанные в неправильном ракурсе, не просочились в прессу, и только сегодня несколько случайно сохранившихся, мы можем видеть, действительно большая такая опухоль, размером с хорошее куриное яйцо. Тоже, соответственно, великий вождь был здоров невероятно до самой своей смерти, и это касается и великого вождя, и любимого руководителя, то есть его сына Ким Чен Ира. Ну, а в мире, значит, более нам как бы открытом, конечно, я думаю, что рекорд последнего времени не принадлежит Фиделю Кастро, потому что вообще на протяжении всей жизни Кастро периодически возникали слуги о его смерти. Он каждый раз их блестяще опровергал, произнося там 10-часовые, 12-часовые речи. Помните, он еще обещал прожить до 125 лет. Дальше 2006 год, когда ему действительно резко поплохело, и вот дальше начинают просачиваться слухи о том, что Кастро осталось несколько месяцев. Очень большой шум поднялся в 2007 году, когда испанский врач, которого пригласили на Кубу, гастроэнтеролог, он оттуда вернулся. Он сам ничего прессе не сказал. Он сказал, что нет-нет-нет, постепенно поправляется, но он разболтал коллегам по больнице, в которой он работал. И коллеги понесли, что называется на условиях анонимности, понесли в прессу, что у Кастро рак, что открытые кровотечения, что, в общем, с таким диагнозом. Долго не живут, но Фидель Кастро всех, что называется, и здесь обманул, прожив до 2016 года. Но опять-таки мы помним, как месяцами было всего два источника о состоянии его здоровья. Это газета Гранма и Уга Чавес. Еще, мне кажется, отдельная прекрасная тема – это правители, которые умерли, но про которых продолжают говорить, что они живы, и придумывать различные теории и версии, как они могли скрыться, уйти на покой, взять того же самого Александра. Александра Первого вы имеете в виду. Да, и такие случаи бывали. Но вот что интересно, соблазнительно сказать, что это признак диктатуры. Вот диктатура плюет на интерес простых людей, так сказать, фигура диктатора сакральна, поэтому она всегда окражена особой тайной. Это правильно. Но интересно, что и в абсолютно демократических государствах периодически случаются похожие вещи. И в качестве примера Франция. Франция, где дважды на памяти моего поколения, ну, чуть старше меня поколения, подобные вещи происходили сначала с президентом Помпиду, который был болен, это было ему известно, его врачам, его близкому окружению, болен очень тяжелой формой рака крови, то есть, в общем, перспективы, понятно, были достаточно неутешительны. И, тем не менее, официальные все пресс-службы говорили, когда президент на некоторое время куда-то, так сказать, исчезал, то говорили, у них было два варианта. Либо просто грипп, либо возвратный грипп. Да, вот так вот оно и получилось. Возвратный грипп. Да, по-моему, да. Я могу путать митинский термин, но, по-моему, речь шла о возвратном гриппе. Бывает же возвратный тих, почему не бывает возвратному гриппу. Вот. Интересно, что одним из самых больших критиков вот этой секретности после смерти Помпиду, когда это начало обсуждаться французским обществом, был его политический противник, лидер социалиста Франсуа Миттеран. Но с Миттераном, когда он станет президентом и тоже будет тяжело болеть перед смертью, та же самая история. Миттеран был уже в состоянии, извините меня, полураспада, а слышались всякие официальные комментарии, что он работает с документами и что рукопожатие бодрое. Оба эти мема тоже из новейшей истории. Еще бы легко критиковать за то, что ты скрываешь, легко критиковать кого-то, что он скрывает состояние своего здоровья, хотя его должность публичная, а вот самому это объявить, вот тут нужна действительно смелость. Непонятно, потому что действительно по двум причинам и из личных соображений, конечно, тебе неприятно, что о твоей болезни, а возможно, смертельность знают многие, да, и, конечно, политические соображения, их тоже никуда не отбросишь. Все это ясно, но с другой стороны, конечно, состояние здоровья лидера страны это такая вещь, о которой общество имеет право знать. Ну и надо сказать, что на постсоветском пространстве чрезвычайно распространено это явление сокрытия болезни и смерти. Вспомним сравнительно недавнюю ситуацию с президентом Узбекистана Каримовым. Даже возник сайт Каримов-Шрёденгера, потому что было непонятно, так сказать, жив он или мертв, или то и другое одновременно. Ну и, кстати говоря, азербайджанская оппозиция в 2003 году утверждала, что Гидар Алиев скончался в конце июля, хотя официально о смерти было объявлено только в декабре этого года. Алексей Валерьевич, а вот как, простите, что я задаю такой вопрос, в некотором смысле личный, но сколько вам было лет на излёте правления Брежнева и тогда, когда пришли Андропов и Черненко, вот как вы за всем этим наблюдали, какое ощущение было, когда вы видели вот это? Ну, мне было не так мало лет, я был уже подростком, Брежнев умер, когда мне шёл уже 15-й год, и я очень хорошо помню, что, конечно, последние пару лет жизни Леонида Ильича постоянные анекдоты. У нас в школе, в семье не очень, а в школе это было очень распространено, мы каждое утро друг другу что-нибудь новенькое старались рассказать, постоянные анекдоты, любой из нас владел искусством имитировать, значит, Брежневскую речь, половина анекдотов была построена именно на вот этом вот, так сказать, достаточно неразборчивой его... Сосиски сраные? Ну, в том числе, да, отвечаем работникам Микояновского комбината, что речь шла о социалистических странах, да, вот, а не о качестве вашей продукции. Ну, там много, на самом деле, другого тоже было, и по поводу... Я просто увидел, как Лиза удивилась, услышав сосиски сраные. Ну, конечно, да. Я вижу, что Тетчер, но у меня написано Индира Ганди, все это над этим всем мы потешались, конечно, разумеется. Когда Брежнев умер, ну, не знаю, я испытывал какую-то все-таки определенную легкую грусть, потому что я был вполне правоверным мальчиком, и положено было грустить. А что касается Андроповой, ну, понимаете, Черненко это был шок, потому что в случае с Черненко даже через советский телевизор было видно, что это очень нездоровый человек, и сразу, там, чуть ли не в момент похорон Андропова родился анекдот, почему, значит, Брежнев много путешествовал по стране, а Черненко не путешествует, потому что Брежнев работал от батареек, а Черненко от сети, да, вот. А в случае с Андроповым мы же не знали про его диагноз. Ну да, он выглядел более-менее. Он выглядел уверенно, он сразу приступил к там мероприятиям, которые сегодня со смешанным чувством вспоминают, но вот эта борьба за наведение дисциплины производственной, другие какие-то вещи, потом люди, имевшие отношение к системе МВД, КГБ, а в окружении моего отца их было много, поскольку он юрфак все-таки закончил свое время, многие его друзья служили либо там, либо там. Вот, начались разговоры о том, что вот борьба между этими двумя могучими ведомствами там вступила на новую фазу. Вот это все было, но про Андропова о том, что это фактически человек, прикованный к больничной койке, с гемодиализом несколько раз в неделю, мы узнали после смерти. Спасибо большое, Алексей Валерьевич. Да, давайте еще расскажем, что, конечно же, это все вчера Владимир Владимирович развеял все вообще слухи и подозрения своим большим выступлением. И крепким рукопожатием. Да, почти как Фидель Кастро. Ну и мы, я надеюсь, в следующую субботу снова будем вспоминать какие-то исторические события. Пять часов и сто я. Это я даю справку. Да, но при этом качество выступления, понимаете, качество. Разве ж они там на Кубе умеют? Конечно. Разве ж у них был Петр Первый. Да. Все, ребят, хорошего эфира, счастливого. Спасибо большое. Вопросы о нашем бытовом шовинизме, о котором мы говорим.